В детском саду номер 70 тренировки в бассейне стали уже обычным делом. Но до сих пор, приходя на занятия, юные пловцы резвятся в воде, как будто в первый раз эмоции зашкаливают. Инструктор дает время и, чуть успокоившись, ребята приступают к упражнениям. Сначала, конечно, когда мы стали детей купать, они, ой, это бассейн, так здорово. Ну и сейчас это им доставляет массу удовольствия, но сейчас уже они больше учатся плавать. В этом детском саду занятия в бассейне считаются дополнительными, поэтому учатся плавать не все. Согласно тарифу на платные услуги, занятия с инструктором обходятся родителям в 100 рублей. Поэтому, когда бассейн вышел из строя, родители просили восстановить его. Им было удобно, что детей не приходится отдельно водить на секцию по плаванию. Бассейн у нас простаивал года три. Затем наши социальные партнеры АО «Апатит» отремонтировали нам его, поставили современное оборудование очистительное. Нашим детям, конечно, очень повезло, потому что они могут посещать бассейн круглый год. Это не только доставляет им массу удовольствий, но и также закаливает детский организм, повышает тонус мышц, укрепляет осанку. Ну и также под руководством опытного инструктора они получают первые навыки плавания. О том, что плавание полезно для малышей, знают и в детском саду номер три. В этом специализированном учреждении оказывают медицинские услуги, имеют на это соответствующую лицензию. Вот только в здании детсада на улице Шевченко бассейна нет. Зато есть он в 15-м саду, правда, давно не работает. Поэтому и решили объединить два детских сада, создав настоящий центр профилактики для детей. Кроме восстановления бассейна, планируется ещё много чего полезного. Большие планы, большие. Во-первых, мы сейчас уже открыли физиотерапевтические кабинеты, а затем у нас в перспективе жемчужные ванны, гидромассаж будет, циркулярный душ, соляная пещера и сауна. То есть у нас полностью будет оздоровительный комплекс. В штате у меня физиотерапевт, нервопатолог, врач-офтальмолог и медсестры физиокабинета, ЛФК и массаж. Здесь обошлись без привлечения спонсоров. Материалы закупили за счёт средств, полученных от платных услуг. А сам ремонт проводится с участием активных родителей. Они штукатурят, красят. Протекающую кровлю золотали за счёт бюджета. И, по словам заведующей, приходить на профилактические медицинские мероприятия и обучаться плаванию здесь смогут не только воспитанники этого детского сада, но и все балаковские малыши при наличии справки от врача за весьма символическую сумму. Лечение проходит в детском саду физиопроцедуры. И тубус-кварц, и электрофорез, и солюксы, и амплипульсы. Пожалуйста, профилактика идёт. И плюс ещё бассейн. Это тоже закаливающее мероприятие. Оздоровление идёт. В балаковских образовательных учреждениях действующий бассейн и редкость. Хотя при строительстве многих детсадов и школ чаши бассейнов были обустроены, но их содержание дело сложное. Поэтому со временем они перестали функционировать. Будут ли они восстановлены, зависит, конечно, от активности руководителей, которые могут найти спонсоров или же привлечь родителей, как это сделали в третьем детском саду. Вариантов много. Главное – захотеть.